Карьера самого дорогого футболиста в истории Спартака покатилась под откос. До переезда в Россию Гуз был капитаном АС. Уже в 20 лет он тащил на себе свою родную команду, а через год получил повязку. В 2018 году Тиль дебютировал за сборную Нидерландов, выйдя на замену в товарищеском матче с португальцами. Больше Гуз за национальную команду не играл, но всегда считался одним из главных кандидатов на попадание в состав сборной. Для Спартака Тиль был запасным вариантом. Изначально красно-белые проявляли интерес к ховбеку ПСВ Гастону Перейра. Уругвайац отказался переезжать в Россию, после чего спартаковцы переключились на Гуса. Сам голландец хотел перейти в Спартак, но АС всячески пытался удержать своего лидера и капитана. Тиль поставил ультиматум, заявив, что больше не собирается играть в родном клубе. «Я дал понять АС, что хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере», – сказал он тогда голландскому изданию «Детелеграф». Спартак помпезно представил Тиля. На клубном YouTube-канале появилось видео, в котором Гус красиво обыгрывает свою фамилию. Голландец вошел в темную комнату, где горело слово «Тиль», и зажег светильник. «Пора налаживать», – обратился к фанатам новичок красно-белых, пока за его спиной красовалась фраза «легендарный стиль». Тиль появился в Спартаке не в лучший момент. Под руководством Олега Канонова команду откровенно трясло. Тем не менее, лучшие матчи Гуся за красно-белых случились как раз при Канонове. В первых трех встречах Тиль забил один мяч и отдал три результативных передачи. И в этом нет ничего удивительного, ведь голландцы брали под конкретную схему – 4-2-3-1. Тиль должен был стать той самой десяткой, которую спартаковцы так долго искали. Гус потерял место в основе с приходом Доминика Тидиска. Немецкий специалист ставил Спартаку другой футбол, более быстрый, а главное – по другой схеме. Тиль оказался совершенно не приспособлен к любимым расстановкам Доминика – 3-5-2, 3-4-3. Функции десятки в них немного менялись, либо роль вообще отсутствовала как таковая. Главные сильные стороны Гуса – прессинг, игра на короткий и дальний удар – Тидиска были просто не нужны. Неожиданно для себя, Тиль получил еще и мощного конкурента. Зелимхан Бакаев раскрылся на позиции атакующего полузащитника. Он отлично подходил под вертикальный футбол Тидиска, в котором важны скорость и быстрый выход из обороны в атаку. Также подкосили Гуса мелкие травмы и адаптация к новой стране. Леонид Слуцкий, работавший в голландском Витесе, допустил, что Тиль мог просто не справиться с грузом ответственности. «Может быть, у Гуса какие-то психологические проблемы. За него ведь отдали очень большие деньги», – сказал Леонид Викторович. «Казалось, что Тиль должен был вернуться во Фрайбурге на свой прежний уровень. На деле же Гус приехал в Германию с незалеченной травмой. Об этом сообщил Кристиан Штрайх, главный тренер Фрайбурга. Тиль давно не играл. Он пришел к нам с травмой голеностопа. Ему предстоит много работы, а пока он будет играть во второй команде», – сказал немецкий специалист. Уже месяц Гус играет в дубле Фрайбурга. Штрайх отмечает старания голландца, но в первую команду возвращать пока не спешит. По информации немецкой прессы, Тиль даже не всегда тренируется с основой. Гус провел два матча в региональной лиге Юго-Запад, 4-й дивизион Германии, где выступает дубль Фрайбурга. В последней встрече Тиль отметился забитым мячом, поразив ворота клуба «Пирмазинс», 4-2.0. При этом Тиль – единственный игрок основы Фрайбурга, который играет за вторую команду. Учитывая то, по какой схеме играет Фрайбург, будущее Тиля в клубе остается под вопросом. В последних матчах Кристиан Штрайх использует расстановки 5-3-2 и 4-4-2. Ни в одной из них нет привычной для Гуса позиции десятки. То, как голландец умеет адаптироваться к новым условиям и трудностям, а точнее не умеет, мы прекрасно видели. Перспективы Гуса во Фрайбурге остаются туманными, но вопрос в том, ждут ли его в Спартаке. Субтитры создавал DimaTorzok